Ну что, ребята, всем привет, и мне кажется, что пора поговорить про новое Хэллоуинское обновление. Буквально через дней 10 уже будет Хэллоуин, а на Хэллоуин нас ждёт Хэллоуинское обновление. И сегодня мы вспомним прошлые Хэллоуинские обновления, и какое будет Хэллоуинское обновление в этом году. Я, конечно, не знаю, как вы, но лично я очень люблю Хэллоуинские обновления, потому что они получаются очень атмосферными. И я надеюсь, это Хэллоуинское обновление тоже получится таким же, какие были прошлые. Кто играет в стендов очень давно, по-любому поностальгирует с этого видео. Поэтому, ребята, если же вы ждёте Хэллоуинское обновление уже сейчас, то поставьте лайк. Посмотрим, сколько нас таких. И также у меня есть цель 250 тысяч подписчиков. Нам осталось чуть более 3000 подписчиков. И, братишка, если ты не подписан на канал, то, пожалуйста, спустись вниз, подпишись на канал обязательно с колокольчиком. Ты не представляешь, как ты сильно поможешь моему каналу своей подпиской. И на 250 тысяч подписчиков ждите кое-что интересное. Ну что ж, я желаю вам приятного просмотра и мы погнали. Давайте для начала вспомним, какие же Хэллоуинские обновления у нас были раньше. И давайте начнём по порядку. Первое, самое первое Хэллоуинское обновление, которое у нас было вообще в стендове, это Хэллоуин 2019 года, версия 0.11.2. И именно в этом обновлении добавили как раз-таки этот стикер пак и эту коллекцию. И, в принципе, в этом обновлении добавили наклейки. До этого обновления наклейок вообще в стендове не было. И раньше этот стикер пак был в магазине вместе со всеми этими кейсами. И стоил он 60 голды. Но после того, как он вышел на рынок, он начал очень быстро дорожать. И наклейки тоже начали дорожать. Также, кто помнит, в этом обновлении был зомби-режим на карте Аст. Это было очень прикольное время. Я предлагаю вам посмотреть пару фрагментов с этой карты. Это было очень круто. Так, а, так, вот я, вижу, вот, вижу, наши жертвы, наши жертвы там что-то бегают, что-то ищут оружие, наверное. Так, значит, у меня такая тактика, нужно выцеплять одиночек. Нужно выцеплять одиночек и хавать их. Кушать, так сказать. Сожрать, откусить ногу, например. Итак, о, меня уже заметили? И вот... Цель выживших дождаться на эвакуации. Задача истребить выживших. Это зомби-выживание! Да ладно! Сейчас, это было сейчас... Господи! Посмотрите, они реально как зомби! Офигеть просто, ребята! Капец, это... Так, надо со своими держаться. Это реально как зомби-выживание идёт? Ну-ка, ну-ка, посмотрим. Да, жестик! Капец, они классно вырисовали! Наверное, кто играл в эту обнову, по-любому уже почувствовали ту самую атмосферу, которая была в этом обновлении. И напишите обязательно в комментариях, играли ли вы в это обновление или же нет. Лично я играл, и это было очень крутое время. Был у нас ещё одно такое хэллоуинское обновление, Хэллоуин 2020 год, где нам добавили вот такой вот Charm Pack. Сейчас он стоит 3500 голды, в принципе, в этом обновлении уже добавили не стики, а брелки. И вот этот Charm Pack стоил в магазине 500 голды. И потом, когда он вышел на рынок, он очень долгое время стоил 500 голды и очень медленно поднимался. И вот сейчас, спустя 3 года, он стоит 3500. В этом обновлении был режим с дубинками, где надо было отобрать тыкву и кинуть её в кольцо. На совершенно новой карте. Это был тоже очень классный режим. Не такой классный, как в 2019 году, но это тоже был очень прикольный режим. Правила этой игры до жути просты. Ударом биты нужно снести тыкву противника, подобрать её в руки и забросить в ворота соперников. Так, ты начни на противоположной команде. Так, это мои кольца, либо... А! Да за что ты так, ромасик, со мной? Ты закинул? Подожди, подожди, дай я тебя убью, дай я тебя убью, дай я тебя убью. Да, 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 да! Да что-то попасть не может. Во, во, во! Так, подожди, я подбираю, и мне нужно закинуть... Вот так вот! Куда? Как? Как гранату. Точно, заброшу. Нужно немного... Да, 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 да! Чуть-чуть ниже бери, чуть-чуть ниже бери, на самом деле. Ну, а теперь же давайте поговорим, что же будет в будущем обновлении 0.26.0 в Хэллоуинском. И я скажу так, то, что уже есть очень много какой информации. Например, то, что новый режим будет на карте Провинция. И он будет связан не с зомбаками, не с Джиггернаутом, а уже с ведьмами. И, честно говоря, я бы очень хотел бы увидеть, как будет выглядеть карта Провинция в Хэллоуинском стиле. Но, конечно же, я ждал Сэнд Стоун, как и все вы. И, наверное, вы тоже хотели бы, чтобы Хэллоуин был на карте Сэнд Стоун. Но, к сожалению, не в этом обновлении. Также возможно то, что разработчики добавят еще какой-нибудь пак. Например, в каждом обновлении разработчики добавляют какие-то паки. И в прошлом Хэллоуинском обновлении нам добавили вот такой вот сплэш-пак. В обновлении в 2021 году добавляли только рулетку. В 2020 году добавили чарм-пак. И в 2019 добавили стикер-пак. Так, возможно, что в этом обновлении завезут что-то еще и в магазин. Но я думаю то, что о пассе и говорить смысла нет. И так всем уже понятно то, что в этом обновлении будет пасс. Он вообще в каждом обновлении. И что будет в пассе? Я думаю, что в пассе будут перчатки. Перчатки будут в Хэллоуинском стиле. Я бы, конечно, хотел бы увидеть какие-нибудь ножи в Хэллоуинском стиле. Но разработчики этого точно не сделают. И поэтому фиксируйте, в следующем пассе будут перчатки. Ну а чтобы более подробно узнать, что же будет в будущем обновлении, нам уже все-таки придется ждать трейлер. И тогда мы по трейлеру уже сможем понять, что же нас все-таки будет ждать в обновлении. Поэтому, ребята, на этом все. Большое спасибо за просмотр. Я надеюсь то, что этот ролик вам понравился. Вы обязательно поставите лайк и подпишитесь на канал с колокольчиком. И уже совсем скоро ожидаем новое обновление 0.26.0.